Сегодня день археолога. Ученых поздравил президент Красносельский и глава государства отметил, благодаря археологам мы узнаем больше об истории нашего края. Что интересно, раскопки у нас вели еще с 19 века, а с тех пор археологи нашли сотни уникальных артефактов. Тирасполь, выставочный зал Екатерининского парка. С прошлого года здесь уникальная экспозиция. За стеклянными витринами сотни археологических находок, от древнегреческих амфор до золотых украшений скифов. Наш край археологи исследуют с конца 19 века. Первые раскопки в окрестностях Тирасполя были еще в 1896 году. Древние курганы изучали супруги Стимковские. Они как раз открыли группу скифских погребений 3-го, 1-го веков до н.э. Если раньше считалось, что скифы исчезают уже в конце 4-го века до н.э., на смену им приходят Сурматы, то здесь, так сказать, была открыта малая скифия на Нижнем Днестре именно раскопками Стимковских. Были открыты и древнейшие погребения раннего бронзового века, которым больше 5000 лет тоже этими раскопками фактически впервые на этой территории, с очень яркими находками, женскими статуэтками, расписной, многоцветной керамикой и т.д. За более чем 100 лет у нас нашли десятки ценных артефактов – от древнегреческих амфор, оружия кемерийцев до золота скифов. Для нас ценность – это, прежде всего, количество информации новой о прошлом, о наших предках, которые можно получить. С этой точки зрения просто кусок золота может быть менее ценен, чем отпечаток из клевшего деревянного предмета в глине. Загадочные отпечатки на антропоморфной стеле – это одно из древнейших каменных извояний. Возраст исполина больше 5000 лет. Для Северного Причерноморья такая находка – большая редкость. Антропоморфную стелу наши археологи раскопали в прошлом году в Слободейском районе. Уникальность ее не только в возрасте. Поражает и рисунок. На грубом камне – образ мужчины. Изображены усы, такие вот гусарские, загнутые кверху. Вот они. Раз, два, две дуги, видите, да? У нас тут слегка намечены глаза и лицевая часть покрыта вот этой темно-красной минеральной краской лоховой. Если брать ниже, то вот один из обязательных атрибутов – пояс обязательный. А это настоящая сокровищница. Вот, например, золотые серьги с киевской аристократки – работа греческого ювелира. Находка тоже из Слободейского района. Сейчас археологи работают недалеко от Бендер. Там раскопки – впервые. Новый курган. Ну, а в помощь – грант от президента. На него проведут исследования артефактов.